Всем привет! Сегодня будем смотреть новую башню Ингинера, или как его там называют, в Товар Дефенсе, цена которого 4,5 тысяч алмазов вроде, да? Чтобы его поставить на нулевом уровне, нужно 750 монет. Давай, ставь своего Ингинера под мостом. Ингинер стреляется железками, и они прилипают к зомби. Нулевой уровень может спавнить вот таких роботов с 20 хп, и каждой полосекунды наносит один урон. А, типа вот у него наверху таймер, через который он пропадёт. Ингинер прикольный вообще. Стреляет из своего шуруповёрта как-то. И вот, когда робот пропал, чё будет? О, новый появляется. Так почему он один? Не, ну Ингинер на первых лоунах вообще всех уничтожает. В одиночку, туда же никого больше не стоит. Не то, что мой золотой огнемётчик. Можешь делать прокачку первого уровня? На первом уровне урон с трёх до пяти поднялся. Теперь он наносит одного выстрела пять урона. Цена этой прокачки первого уровня 350. Ну неплохо пока что. О, теперь могут появляться два робота. А, кстати, это, наверное, тоже первая прокачка особенность, то, что тут появляется два робота одновременно. Типа там один робот, он пропадает, а до пять одного стоит. А тут два сразу могут присутствовать. Ну, во-первых, лоунах вообще легко. С такой-то машиной, которая четыре с половиной тысяча алмазов стоит. Так, можешь второй уровень купить. Второй уровень вообще мало чего изменяет. Он стоит 400 монет, но он даёт просмотр к невидимости. То есть Ингинер может стрелять по невидимым врагам. И также, ну только роботы не могут стрелять по невидимым врагам, а только вот этот шуруповёрт как раз. И также у Ингинера он начинает стрелять по летающим врагам. Такие есть в хардкоре, это шарики. И, например, сейчас ивент уток. Там тоже такое есть. Так, а вот Ингинер третьего уровня. Сейчас назову его характеристики снова. С пяти урона у шуруповёрта становится восемь урона. Раньше было пять. Роботы обновлены теперь. Теперь у роботов два раза больше хп. А, было двадцать, теперь сорок. И перезарядка сбавилась на два раза. То есть было полусекунды теперь 0.25. И у самих турелей два урона. Короче, они стали сильнее в четыре раза. Но ещё хп повысились. Если, например, он будет стоять вот тут где-то на дороге, то... Он сможет вот эти хп использовать, наверное. И, кстати, вот эти роботы, как я и говорил, не видят невидимых. А вот Ингинер со второго уровня видит. Ой, куда они там побежали? Какие же крутые эти роботы. Ну, наверное, это хорошо подойдёт для прохождения ивентов. Или там, файл-эн-мод. Вот этот один Ингинер тут стоит. Крепственно, ещё фармится плюс. И, значит, один Ингинер просто берёт и уничтожает все волны. Сейчас снова пойдут невидимки. Не сравнил только то, что шуруповёрт может стрелять по невидимкам. А эти крутые роботы нет. Вот роботы просто тупо сидят. А вот и четвёртый уровень. Цена которого три с половиной тысячи. С восьми урона шуруповёрта становится пятнадцать уроном. Ранг увеличивается. И теперь Ингинер может поставить три робота вот этих. Турели. И также у них появляется щит. А зачем? А-а-а, я понял. Типа, есть босс. Например, идёт молтон-босс. Ну, он оглушает, когда всех роботы уничтожаются. Но когда щит, он... Щит сбивается и уничтожается. Типа, щит спасает от одного такого грохота. Ну и, конечно, у роботов так ничего не изменилось, кроме щитов. Ингинер стал наносить в два раза урона больше. Вообще круто. Мне просто... Один Ингинер справляется со всеми. Это всё четвёртого уровня и стоит три с половиной тысячи. Только почему их на дорогу не ставят? Если бы они были бы на дороге, мы бы посмотрели, как им урон наносить. Мы просто тут турели стоят и всех убивают. Как прикольно эти вот эти шуруповёрты остаются во врагах. Вообще, особенно на босса. Как круто вообще. Как будто он стал ёжиком. Боссы превращаются в ёжиков от него. Теперь два Ингинера и ёбы четвёртого уровня. У этих Ингинеров шесть уровней. У Асселератора всего пять. Тут шесть прокачек. Он типа даже для дальнейших волн тоже подойдёт. У Ингинера пятый уровень стоит двенадцать с половиной тысяч. Из пятнадцати урона от шуруповёрта повышается до двадцати пяти. И теперь у этих турелей будет миниган. Вот такие характеристики у этого Ингинера. Мне кажется, это вообще башню надо обязательно купить. Но его цена четыре с половиной тысячи алмазов. Это двадцать пять часов в хардкоре. Как будто бы сидеть. Так, где же тут наши миниганы? Вот. Их перезарядка стала 0.16. Перезарядка сбросилась ещё где-то в два раза. А урон пять. К примеру, до этого урон был два. Теперь пять. Это вообще теперь машина для убийств. Как же быстро они их убивают. С пятым уровнем Ингинер получает неплохую такую прокачку. Во-первых, у своего... Как это? Шуруповёрт наносит с пятнадцать урона двадцать пять. Ну и также миниганы какие-то появились. Очень крутые. Что же будет последней прокачкой? А шестая прокачка... Это... Четыре максимум юнитов. То есть, вот сейчас они могут поставить только три своих робота. А так они смогут поставить четыре. Прокачка стоит тридцать пять тысяч. Это самая дорогая прокачка на данный момент. Военные машины станут роботами. И урон от пушки станет сорок. О, вот Ингинер. Блин, у него какой-то лазерный... Что это? Это уже шуруповёртом не назовёшь. Какой-то супер-мегавоенный инструмент. Для убийства. Что у нас ещё? У роботов теперь сто двадцать хп. Урон стал двенадцать. И ещё перезарядка понелась. И ещё какой-то взрывной радиус. Они стреляют пулями, которые взрываются. И задевают всех противников. Взрывом на пятнадцать урона. Теперь Турелли... А, Турелли стреляют ракетами, оказывается. Типа вот есть мини-ган, который стреляет. Я немного не так понял. А вот тут есть ещё два выхода ракетных. Вот. И летят две ракеты по пятнадцать уронов. Сейчас Кримсон поставит максимальное количество Ингинеров. А сколько их можно максимум-то поставить? Максимум можно поставить шесть Ингинеров, да? Давай, поставь шесть максимальных уровней. И посмотрим, как они будут убивать всех врагов. Да начнётся файт. Кто победит, Ингинера или Молтен Босс? О, а вот и оглушение. У тех, кого задело оглушение, просто ушли щиты, и всё. Но они всё равно со временем восстановились, эти щиты. Вообще круто. Три, два, всё. Ладно, возвращаемся в обе. Получается, что Ингинера это очень крутая башня. Единственный минус, что он стоит не бог так алмазов. Четыре с половиной тысячи. Копить долго. Как думаешь, его стоит покупать? Так, Кримсон мне написал, что лучше купить асселератора. Просто асселератор гораздо дешевле на две тысячи алмазов. Асселератор очень долго фармить. И асселератор тоже пока что можно и солдатами обойти, в принципе. И фармить. А его можно и потом купить, в принципе. А, ну асселераторы, да, гораздо быстрее босса убивает. Но просто Ингинер, для первых, он такой крутой. Ещё, типа, роботов спаунит вообще круто. Думаю, это всё. Как всегда ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok